В Варшаве состоялась презентация польского издания книги архимандрита Тихона Шивкунова «Не святые святые». Первый тираж книги на польском языке разошелся всего за месяц. В ближайшее время выйдет и второй, 10-тысячный тираж, на который поступили заказы, в том числе и из католических монастырей. Центр православной культуры при Марии Магдалининском кафедральном соборе Варшавы в эти светочные вечера редко пустуют. Но ни одного свободного места не осталось в конференц-зале центра, только на встрече с автором книги «Не святые святые» архимандритом Тихоном Шивкуновым. Почти три часа отец Тихон отвечал на вопросы о книге, ее героях и жизни Псково-Пещерской обители, о жизни современной России. Поделился и своим впечатлением о Польше. Поразил Краков, не мне вам говорить, какой-то красивый, поразительный город, но более всего меня поразило стояние в православии наших братьев, членов нашей единой православной церкви. Мы в понаслышке немного узнали о том, что испытали православные в период гонений, которые из столетия в столетие повторялись на этой земле. Отец Тихон отметил, что в России почти ничего не знает о жизни православных Польши, но эту ошибку можно исправить. Как минимум, подвиг стояния православной веры должен быть зафиксирован на бумаге. Рассказы православных польских христиан о том, как они сохраняют свою веру, как они ее умножают, какими они свидетелями христовыми, и они, их предки, являлись на протяжении сотен лет и являются сейчас. Это драгоценность, великая драгоценность и великое достояние всей православной церкви. Здесь же, в Польше, как свидетельство о возрождении русского православия, как книгу о промысле Божьем в жизни отдельных людей и всего русского народа, воспринимают не святых святых. Причем книга пользуется популярностью не только в православной среде. И сейчас новый тираж готовится 10 тысяч экземпляров. Это, в общем-то, большой для Польши тираж. И при всем том, что приняли тепло, очень тепло и трогательно православные люди, но издатель наш говорит о том, что 80% будет распространено среди польских католиков. О том, что поляки-католики проявляют интерес к книге, издатели изначально и не предполагали. Но полная аудитория профессуры и студентов в Ягелонском университете Кракова и заказ на сотню экземпляров не святых святых монахами Бенедиктинского ордена закона в древнем аббатстве в Тыньце утверждают обратное. Входим на двор этого закона, подбегает католический монах от Сутиху, ну прямо. Говорит, чудо! Я неделю тому назад получил от друга вашу книгу, а сегодня вижу автора. Но так его это подрастало? Говорит, я книгу уже прочитал. Сам факт, что этот монастырь заказал сразу сотню этих книг, это свидетельствует о том, что книга делает какой-то духовный буквально переворот в мышлении и в понимании русского православия, русского духа. На встрече в Варшаве архимандриту Тихону Шевкнову была вручена самая значимая награда польской православной общественности – премия имени князя Константина Василия Острожского. Еще в течение часа после встречи отец Тихон подписывал книги своим читателям. И это тоже свидетельство признания. Книга улучшит жизни молодого поколения, чтобы жива русская церковь в трудные времена коммунистическое. Она учит, премии учат, говорят сами за себя. Поэтому она ценная для всех, а для молодежи особенно. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Варшава, Польша.